всем привет не прошло и полгода как я достала все-таки орхидеи вот оттуда это у нас с вами вот такой вот шкаф тумба на котором стоят орхидеи пришлось все вытаскивать сейчас я вам покажу заодно тут все происходит у меня цветоносики обрезается лишь то листочки обрезаются ну по возможности все протирается как раз любуюсь любуюсь я на все все цветоносы но вот это вообще сумасшедшая сама цветет два цветоноса растит на себе чумачечи орхидея очень красивая лимончелла посмотрите как подрос цветонос последнего показа видите деленочка какая жду конечно я изменений вот на ее втором цветоносе она всегда цветет так пышно такая красота так ну что дальше сейчас я вам покажу ну каменные розы тут у меня с множеством делений вот они видите идут идут цветоносики ну все как надо так вот он красавец который я вам так и не смогла показать залезть этот цветонос орхидеи смотрите какой мистик голден леопард вот такая раскидистая огромная достала сейчас ее ну и давайте все-таки покажу вам вот это вот природой созданной групповую посадку чумачечи орхидеи сейчас я поменяю место подкармливаю чем подкармливаю подкармливаю сегодня орхидеи не цветущие хилатной формой минерального удобрения там такая знаете усредненная формула 3 4 и по моему что-то между там три с чем-то вот такая формула потому что очень часто меня просит называть формулу по нпк азот фосфор калий конкретно в определенном удобрении которым поливаю если не буду забывать буду озвучивать но понимаете мало сказать формулы мбк именно пропорции основных макроэлементов важная еще конечно формула по микроэлементам потому что есть незаменимые микроэлементы которые отвечают в том числе и за наступление цветения магний бор но не мне вам рассказывать цинк понимаете вот тут тоже нужно на это обращать внимание сейчас я вам ее покажу это нечто давайте рассмотрим показываю вам орхидея была куплена перед 8 марта наверно года три назад если мне не изменяет память была куплена с цветоносом из точки роста это орхидея восхитительный нантез вот так он пишется и вот она сама собственно материнская орхидея где закрыт центр цветоносом толстенным что было изначально это орхидея отцвела своим шикарным цветоносом который был из точки роста и потом у нее достаточно быстро появились три детки 3 3 детки они располагались сейчас я вам покажу где вот она одна детка верхняя рядом с этой деткой еще одна детка вот ее точка роста и в нижнем уровне с нижнего более нижнего уровня стволика материнской орхидеи появилась третья детка вот они три как бы кучечкой появились вот они хорошо видны видите раз два три и при каком-то очередном исследовании всей этой природой созданной грандиозной групповой посадки я обнаружила у нее показывая вам обнаружила у нее появившуюся четвертую детинку она конечно была маленькой по сравнению с вот этими верхними детками но вы посмотрите она-то догнала их смотрите какой у нее толстый ствол очень красивая орхидея и давайте так если я найду фотографии цветения годичной давности этой орхидеи отцвела она божественно у нее цвели три цветоноса и все эти три цветоноса были цветоносами деток вот он один засушен один сохранен этой орхидеи так и какой еще то какой еще цвет почему три может быть знаете как деление почки было не знаю пока не могу найти третий цветонос а ну вон он подсушен вон он все вспомнила историю почему собственно вот эту детку обнаружила я помните был снимала видео как я высвобождала цветонос который заблудился среди плотно примыкающих листьев материнской орхидеи листика детки вон он помните остов остался это история сломанного цветоноса который в очередной раз процвел буквально ну я не знаю держась на сопле по другому сказать невозможно потому что у нее у нее перелом был конкретный вот этого цветоноса вот но она конечно потом его засушила этот цветонос но я его освободила я его спасла и вот он держался на честном слове я его немножечко вот так вот как бы растянула листики он у меня оттуда выглянулся и все и я не стала трогать выпрямлять его и мы вместе с вами наблюдали как место большого слома зубцовалась на этом цветоносе орхидея процвела шикарно этим сломанным цветоносом рассматривая орхидею я вспоминаю историю ее вообще цветение прошлогодичного так вот этот листочек видите он был вне подсветки вот эти листья хорошо освещались а этот был заткнут и он не сильно видеть набрал цвет он берет цвет я сейчас поменяю место и орхидеи будут хорошо себя чувствовать и вот этот тоже видите удлинился потому что соприкасался вот сюда вот он прям туда подпирал вот этот стеллаж когда я ставила эти орхидеи туда они были намного меньше вот и поэтому они прекрасно здесь вольготно стояли но сейчас они подросли произошло это месяцев наверное за семь восемь и сейчас мне нужно поменять это место достаю несу на кухню на новый стеллаж вот этот столистый стеллаж белого цвета который недавно у меня появился и сейчас там очень хорошо расставляются мной орхидеи иногда вот так на детках на этих вот так листочки под меняют вот окрас потом они темнеют и вот так подсыхают это может быть нехваткой питательных веществ вот такие вот проявления на листиках вот активно когда развивались эти детки активно нехватки питательных веществ говорили мне их листики что происходило очень много было вот таких листочков красноватого оттенка вот он листочек видите вот он листочек вот они как были на орхидеи так они вот и остались красноватыми немножко и вот он смотрите вот он видите но потом я участила удобрение применение удобрений для этой посадки и все корневая система развилась у деток прекрасная кстати стиль произрастания этих орхидей они все в домик все туда 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 прямиком в домик все корни стараются запустить но конечно не здесь здесь конечно я вам могу сказать то еще крокозябристое поле из цветоносов но как ну вот так не из цветоносов из корней прошу прощения сами понимаете да что иногда приходит получается заговариваться где-то вместо корней листья скажу вместо листья в корне нужно эти вот мысли роятся и вот все пояснения которые хочется сказать это немножечко спутывает меня так ну что участила я для этой посадки группой природы созданной применение удобрений органикой часто аминосилом поливала летом в каждый полив вот в каждый полив я аминосил брала для этой орхидеи для этих орхидей 4 штуки и матушка то листья не скидывает аминосил у меня вот такой это в упаковке заказала новую партию видите даже еще в пакетике у меня заканчивается бутылка за бутылкой не успеваю не успеваю заказывать ну что сказать вы цветение моих растений в этом году уже начинаете видеть я вам рассказала что активно применяла его в летнее время для того чтобы снизить стресс от жары в летнее время а вот она этот отломанный цветонос я вам показывала там сухой это там еще один вот он вот как раз когда она отсвела им я его срезала так ну что я так думаю что вы хотите корни посмотреть доставать не буду из горшка потому что у нее посмотрите куда она корнями она выпустила корни вниз и стала их плести между стенок горшочков поэтому вот что могу покажу вот видите внизу там тоже много всего как-то корешок сюда дошел немножечко видите подсох это подсохну все это все это такие мелочи на которые совершенно не обращаю внимание основная масса корней 99 и 9 ведь какие классные в горшке специально подсветку вам включила чтобы вы все все смогли сами увидеть я еще разочек и крутануть здесь тоже корни шикарный ну что сказать умница кстати давайте напомню как я ее пересаживала пересаживала я ее любимым методом который я очень часто используют для домашних растений это метод перевалки когда я достаю корневую систему орхидеи из старого объема ставлю в новый горшок на созданную подушку в нижнем уровне она может быть из чего угодно крупная кора кокосовое волокно обязательно ставлю орхидею добавляю необходимый грунт вот эту орхидею я пересадила и сделала компоновку из коры и кокосовых чипсов вот такая у меня шла миксовка к уровню коры 80 процентов я добавила 20 процентов кокосовых чипсов и засыпала недостающий объем грунта между стеночками горшочка и получается корневым комом из старой посадки не разбивала его метод перевалки наилегчайший орхидеи даже не замечают этот метод пересадки вот смотрите как она приросла а был я ее вообще ее когда достала думаю матушки давайте я вам так наклоню и вот это она разрослась за это время за 7 месяцев активного использования амина сила на ней вот такой вот большой прирост красиво смотрится грандиозно очень многие у меня спрашивают и достаточно часто почему вы не отсоединяете деток почему вы не снимаете их с материнских орхидей ну достаточно часто я да действительно сохраняю появившиеся детки особенно на орхидеях которые не имеют гнилых стволиков коту у которых только центр закрыт цветоносом и я понимаю что для этих орхидей от материнской орхидеи не исходит никакая опасность потому что стволик материнской орхидеи является здоровым и вот такие детки я стараюсь оставлять на матушке как только матушка скинет свои листья вот эти вот которые оставят которые еще пока сохраняются на ней вот как она их сбросит я потом просто-напросто укорочу стволик материнской орхидеи и вот эти все орхидеюшки они как бы будут ну более свободно себя чувствовать на поверхности да вот представьте вот это вот это вот материнская вот это просто все убрать и тогда вот даже давление стволика материнской орхидеи она будет отсутствовать и все орхидеи более свободно себя чувствовать будут на поверхности посадки и отсоединять разделять такие детки я не спешу почему потому что когда у этих орхидей при следующей пересадке создается еще большее пространство в уровне посадки за счет взятия горшочка большего диаметра то есть возможность у растений расти ширь и ввысь становится более ощутимо реально тогда орхидеи еще лучше начнут активно расти развиваться и это природой созданная групповая посадка вы знаете как я отношусь групповым посадкам однотипных растений вот беру один сорт один гибрид сажаю по два в один горшок и вы можете на канале видеть как они красиво цветут когда это одномоментное цветение двух или трех растений ну а сейчас я отправляюсь размещать эту орхидею на новый стеллаж и покажу вам где она будет в дальнейшем расти и под какой подсветкой мы с вами на балконе кухни новый стеллаж который постепенно заполняется уже практически битком всего на нем подумаю вот этот вот уровень опять таки включить расставить сюда растения а куда это деть пока уму не приложу так вот она красота здесь она будет размещаться как раз край стеллажа позволяет вот распахнутым красивым листочком наземная часть которая вот сейчас получила простор и пространство я делаю видеосъемочку спустя сутки после того как я достала эту орхидею знаете она прям вот расправилась своими детками они сейчас будут развиваться в разные стороны у них такой возможности будет намного больше нежели там на узком месте где они росли надеюсь все проклюнется иду цветоносов прям жду 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 вот такая у меня история поведанная сегодня для вас на этом видео буду заканчивать хочу вам пожелать всего доброго здоровья благополучия наконец-то дендробиум мобили пошел в рост да так хорошо всем пока пока до новых встреч